Теоремка, которую в прошлый раз мы не успели доказать, основополагающая при построении интеграла Лебек. Я напоминаю то, что у нас с вами есть сигма конечное измеримое пространство с мерой. Дальше что у нас здесь есть? Итак, интегрировать мы будем на множестве е, которые являются элементами нашей сигма алгебры. У нас есть последовательность неотрицательных функций, которые монотонно возрастают на е. Ну, не убывают. Монотонно не убывают на е. Соответственно, g, n, t и g это простые. Мы пока построили интеграл Лебек только для простых функций. При этом мы знаем, что предел g при n стремящемся к бесконечности от x больше либо равен g от x для любого x из e. Ну, пределы тут точно существуют и здесь, и здесь, потому что это все не убывающая последовательность. Ну, ладно. Пределы либо есть, либо он равен плюс бесконечности. Интересно доказательства. Погнали. Сейчас, подожди, давай там. Если вопрос останется, то... Так, соответственно, если вот эта вот штука бесконечность, то точь и т.д. доказывать нечего. Соответственно, мы рассматриваем, что есть ли он меньше бесконечности. Как мы с вами будем это делать? Ну, погнали. Соответственно, функция g от x простая. Это значит, что функцию g от x можно представить как сумму индикатора Екатах. При этом ашечки у нас монотонно упорядочены, и среди них нету нулей. То есть мы выкинули то слагаемое, которое соответствует нолику. Отсюда вывод, что мера всех Екатах у нас меньше бесконечности. Это следует из определения простой функции. Носитель простой функции обязательно конечной меры. Ура, хорошо. Дальше мы вводим fN, это те иксы из Е, что выполнят следующее неравенство. gNt от x меньше g от x меньше ε. Зафиксируем призвольный ε больше нуля и построим вот такой вот fN. Что мы знаем про последовательность fN? Во-первых, fN – это убывающая последовательность. и пересечение fN в пустую. Пересечение fN в пустую в силу вот этого. В каждой точке x предел же n будет выше. Хорошо. Отсюда вывод, что предел мер fN, при n стремящемся к бесконечности, равен нулю. Да? Да? Нет. Ну потому что это не прерывность меры, а не прерывность меры, она следует из сигма-аддитивности только в случае конечных пространств. Мы с вами это обсуждали много раз. Ну вот, но в чем здесь заключается прелесть? Прелесть заключается в том, что если мы в качестве f запишем объединение всех вот этих вот екатов, пока от единички до m, то мера f, она конечна. Есть? Ну, f это просто носитель нашей функции g. Хорошо. Но утверждается, что первая f1, она вложена в f. Ну, потому что что такое f1? g1 меньше, чем g от x минус ε. Так? За рамками f большого g от x у вас равна нулю. Ну, потому что f большой это носитель g от x. За рамками вот эта вот штука у вас ноль. Это значит, что вот это отрицательная штучка, а g n – это неотрицательная последовательность. Это ясно? Все. Значит, у нас f n, ни один из элементов f n не входит в дополнение к f. Ну, значит, весь f n при любом n вложен в f большом. А f большой у нас конечные меры. А в рамках множества конечной меры у вас из аддитивности следует непрерывность. Это понятно? Хорошо. Все. Ну вот. А теперь погнали расписывать наш интеграл. Интеграл от e g от x д минус. Я разбиваю на два интеграла. Интеграл по f n тому и интеграл по дополнению к f n тому до f. Да, хорошо. Тогда что мы можем сказать? Давайте посмотрим вот на эту вещь. Нам хочется, чтобы эта штука была маленькая. f n ты у нас же уменьшаю. Это последовательность множеств, которые монотонно убывающие. Мы хотим, чтобы вот эта штука была меньше. За счет чего она будет меньше? Означения? Означения ограничены. У нас g от x это фиксированная функция. У нее а n ты это самое большое значение. Видно? То есть у вас получается, что вот эта вещь, она меньше или равна, чем мера f n того на a mt. На самое большое значение g от x, какое есть. Все. И это будет стремиться к нулю. Дальше смотрим вот сюда. Здесь у нас идет дополнение к f n тому, то есть то неравенство не выполнено. Это что значит? Это значит, что g от x меньше либо равна, чем g n t плюс ε. То есть вот этот интеграл меньше либо равен интегралу f без f n того g n t от x плюс ε демю. Он разбивается на две штуки. И здесь g n t же не отрицательные, правильно? Если я сейчас немножечко увеличу область интегрирования, я интеграл только увеличу. То есть сейчас вот этот интеграл, он у меня будет меньше, чем, не больше, интеграл по f g n t от x демю плюс, ну я разбиваю интеграл на два, ничего, ε на, ну, самую большую меру, это мера f. Да, хорошо, все. То есть что у меня сейчас получилось? Интеграл по e g от x демю, он меньше либо равен вот этой штуки, которая стремится при n стремящемся к бесконечности к нулю. Ну, это чиселка, а это постоянно стремящемся к нулю, и это доказал. Тот интеграл, который нам нужен, плюс штука, которая зависит от ε, а ε у нас любое число. Все, отсюда мы сразу получаем, что интеграл по e, переходим к пределу по n, g от x демю, он будет, соответственно, меньше либо равен предела при n стремящемся к бесконечности, интеграл по e, g от x демю. Все. Перешли к пределу, соответственно, вот эта штука стремится к своему пределу, ну и вот эти две. Все. Та стремится к нулю, а та зависит от ε, поэтому ее можно выкинуть. Есть? Хорошо. Пока не очень понятно, в чем ценность этой теоремы, но она технически, на ней все будет построено. Ура. Теперь, собственно говоря, строим интеграл Любега для произвольной функции. Так, пока вы соображаете последний переход, я... Что? А у нас здесь все сказано, что они обе простые. Потом что? Ты про будущее? Как мы будем потом строить интеграл Любега в общем случае? Уже это не предел. Уже это не предел. Нет, это какая-то просто идея, как мы будем потом использовать это. Вы же понимаете, что интеграл Любега будет определяться как верхняя, для неотрицательных функций, как верхняя грань по всем простым, которые меньше либо равны. Так? Соответственно, ну вот у вас будут все простые, и вы по ним будете брать супремум. И для супремума это неравенство тоже будет верно. Здесь все функции простые. Нету здесь предела. Еще раз. Вот, нет, смотрите, что я говорю. Вот здесь вот я вообще не говорю о функции, которые есть предел простых. Это просто поточечный. Я же ее потом не интегрирую. Я беру предел интегралов простых. Здесь не идет речи о как бы интегрировании предела вот этих. Все? Разобрались? Помню, когда я был учителем в школе, давно, я там все сомневался, что я хорошо учу, прихожу к своей учительнице. Я говорю ему, слушайте, что-то вот все плохо. Она мне тогда сказала, он говорит, ты знаешь, что правительская профессия, она не подразумевает результат сразу. И вообще непонятно, что значит, что ты хорошо работаешь учителем. Знаешь, была произнесена фраза, что если ты хочешь видеть результат своей работы сразу, иди работать с уборщицей. Ну, вымыл сразу, чисто все видно. Да, я не пошел работать с уборщицей, я пошел работать на замдекану по младшим курсам, но ее слова были пророческие. Все-таки со швабра в руках я оказался. Так, интеграл Лебега для произвольной функции. для произвольной, ну, естественно, измеримой функции. Здесь и все оставшееся время, когда мы будем работать с функциями, функции всегда измеримые. Мы с другими функциями сейчас не общаемся вообще. Сейчас оно подсохнет, будет получше. Соответственно, погнали. пункт первый. Пускай у вас f от x измеримо и неотрицательно. На e. e это элемент m, m это элемент нашего измеримого пространства, наше сигма-алгебра, пространство сигма-конечное. То есть, мера x может быть бесконечна. Тогда что мы делаем? Мы строим такое q от f. Это множество простых неотрицательных функций h от x. Таких, что h от x меньше либо равна f от x на e. Берем семейство всех таких простых неотрицательных, которые меньше либо равны f от x. Для каждой из них определен интеграл Лебега. И тогда мы определяем интеграл Лебега по множеству e нашей функции f от x демю как супремум по всем h, принадлежащим к q от f, то есть по всем простым функциям, ограничивающим нашу функцию снизу. Интеграл по e h от x демю. Соответственно, в силу такого определения так, интеграл Лебега можно строить многими способами. Это один из, соответственно, построения такое, оно, чем приятно, то, что интеграл, ну, то есть, как бы, это число всегда существует. Он может быть плюс бесконечности, число неправильно говорить. Супремум всегда определен. Он может быть плюс бесконечности, но и бога ради, тогда этот интеграл объявляется плюс бесконечности. Соответственно, что важно, что если интеграл Лебега от функции f от x демю, так определенный, по e, меньше бесконечности, то говорят, что f от x интегрируемо по Лебегу на множестве e. вот тут вот расходятся, то есть, те верщики, некоторые радионов в их числе, считают, то, что функция интегрируемая, если, ну, либо f плюс, либо f минус, сейчас понятно, о чем речь, если кто-то из них конечен. Но это некоторые терверщики. В принципе, в действительном анализе считается, что функция интегрируема по Лебегу, если интеграл конечен. Так, это есть. И второе, это для произвольной функции. Соответственно, если у вас функция f от x измерима на e, неотрицательности уже нет, то тогда мы функцию f от x разбиваем как f плюс от x минус f минус от x. Надо ли выписать их определения? Точно? Кто-нибудь скажет, да, я выпишу. Хорошо. Например, я выпишу, что такое f минус от x. Это максимум из нуля и минус f от x. Она так определяется. Ну, соответственно, вот это это максимум из нуля и просто f от x. Ура. Дальше. Мы говорим, что если f плюс от x и f минус от x принадлежит L от e, вот в том смысле, поскольку эти обе функции они неотрицательны, то по пункту 1 для них можно ставить вот такой вопрос. То есть интеграл от каждой из них конечен. Тогда мы говорим, что f от x функция интегрируемая на e и ее интеграл L определяется как разность интегралов. Интеграл по e f плюс d минус интеграл по e f минус d т.е. в принципе есть люди, которые считают, что если один из этих интегралов конечен, тогда мы можем определиться с разностью, даже если кто-то из них бесконечен, предположим, вот это конечен, это бесконечность. Тогда мы определяем вот эту штуку как минус бесконечность. Бога ради. Для нас с вами, но это вопрос договоренности все равно, для нас с вами функция интегрируема, есть ли у нее конечный интеграл. Все. Ура. Соответственно, с какими проблемами мы сейчас сталкиваемся в этой истории? Да. Основная проблема здесь. Определение достаточно простое, но возникает проблема с доказательством очевидных свойств интеграла Лебега. Потому что какие очевидные свойства интеграла? Например, линейность по функции. И видно, что вот с таким определением вообще очень тяжело. То есть, если вы считаете интеграл от f плюс g, ведь f плюс g принимает положительные и отрицательные значения не тогда, когда f и g принимают положительные и отрицательные значения. Там так все перемешано. И поэтому вот легко доказать свойства интеграла при таком определении не получается. Есть более заковырестые определения, там эти свойства легче доказывать. Ну вот, и у нас сейчас основная задача у нас с вами при таком определении доказать все основные свойства, которые у нас с вами есть. Как будем доказывать? Так, соответственно, утверждение первое. Даже не утверждение, а замечание. замечание. Так, замечание, что для простых функций старое и новое определение совпадают. Это действительно замечание, но просто нужно посмотреть на старое и новое определение. Там это сумма ряда, а тут как супремум по всем простым, неотрицательным функциям, когда определяете интеграл для f+, и потом также для f-. То есть вам нужно убедиться, что когда у вас простая функция принимает значение обоих знаков, и плюс, и минус, то не возникает противоречия. Я в вас веду, что вы это сможете сделать. Хорошо. Дальше утверждение. Если g nt от x это монотонно возрастающая последовательность простых функций. Сейчас мы сделаем то, докажем то утверждение, которое было нужно. Дальше. g от x. Это у вас есть предел при стремящемся к бесконечности g nt от x. Простых функций на e. Что? У нас везде нестрогая монотонность в этой истории. То. То есть на функции g от x какая-то. О том, что эта функция измеримая, мы с вами доказывали. Вот это вот сходимость любого x на e. Это поточечная исходимость обычная. О том, что функция g от x будет измерима на e, мы доказывали, когда занимались вопросами измеримости функции, что предел измеримых измерим. Утверждается в этом случае тогда, что интеграл по e функции g от x будет равен пределу при n стремящемся к бесконечности. Интеграл по e же n 3d-ми. Еще раз. У меня последовательность простых и монотонных, которые возрастают к моей функции. Это очень частый случай. Что-то доказательства у меня тут не записано. Пишем очевидно, идем дальше. Давайте посмотрим, что мы с вами имеем. Как определяется интеграл по e g от x извините, пожалуйста. Как у нас интеграл по e g от x это supremo по всем по всем ну, по тут q от g поскольку g от x по всем простым функциям принадлежащим q от g интеграл по e h от x d-ми. Дальше. Получается у нас сейчас, что для любого h от x что у нас выполнено? У нас выполнено, что предел g от x при n стремящемся к бесконечности больше либо равен, чем h от x. Потому что h от x функция, которая снизу, g от x, g от x это вот это. То есть, что у нас сейчас получается? У нас есть предел, у нас есть последовательность неотрицательных простых функций, у нас есть неотрицательная простая функция и предел в каждой точке больше либо равен, чем h от x. Согласно вот тому утверждению, которое мы доказали там, отсюда следует, что предел при n стремящемся к бесконечности интегралов g от x по e d-ми будет больше либо равен, чем интеграл h от x по e d-ми. Это есть? Все. И это верно для любого h от x принадлежащим q от g. Но отсюда следует то, что у вас вот этот предел при n стремящемся к бесконечности будет больше либо равен интеграл по e g от x д-ми. Дальше мы переходим к супремуму по всем h от x. Супремум правой части оказывается таким, ну и все. Неравенство как было нестрогим, так и осталось нестрогим. Есть? Да, хорошо. А почему в обратную сторону неравенство тоже верно? Чего? 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 Чего-то очень сложно как-то. А попроще нельзя? Ну как бы неравенство в одну сторону вот такое, неравенство в другую сторону очевидно. Почему? Конечно. g n принадлежат нашему классу. У нас g n монотонно заставят к низу h от x. То есть для любого n g n t от x принадлежит классу qg. То есть это та простая функция, которая подпирает снизу нашу функцию. Отсюда вывод. Интеграл g n t d m по e точно меньше либо равен интегралу g d m по e. Просто в силу определения, поскольку вот эта штука это супремум по всем простым. Значит для каждой простой он будет больше либо равен. И это для любого n. Ну и все. Отсюда следует, что и предел. Поскольку для любого n предел по равенству меньшим всех бесконечностей интеграл по e g n t d m будет меньше любого интеграл по g d m по множеству e. Все. Оба неравенства доказали. Ура 4. То есть это приятно. То есть так определенный предел оказывается так определенный интеграл лейбега, как там написано, оказывается у нас просто пределом интегралов от простых функций, которые стремятся к нашей функции. то есть посчитать его достаточно просто. У меня анекдоты закончились. Я пока мою, не в чем вас развлечь. ой, не надо сейчас там что-то сложно у них там сейчас. письмо написал он сказал он говорит не пишите мне больше. Ну то есть не то, что просто тяжелый там и стоящийся. Так, ну то, что без физики это же это хорошо, да? Слушайте, вы знаете, вот я заметил вот студентов им сколько всего не сделай, хорошего там и так далее, они всегда будут недовольны. То есть это демотивирует полностью. У меня теперь по четвертому и пятому этажу главного корпуса ходить тяжело. Там физика и теоретфизика живут. Теперь вопрос. Существуют ли вообще такие простые функции, да? Вы их наверняка строили вместе с Редкозубовым, строятся они стандартно. То есть лемма о том, то что если у вас f от x это неотрицательная на e функция. У нас как обычно сигма конечное пространство. Я это не пишу. Сигма конечная функция, все, которые мы изберем, измерим. Утверждают, что тогда существует последовательность простых таких, что f от x сходится к f от x для любого x отрина, нанежащего e. Да, последовательность простых вот так и неотрицательных. Последовательность простых неотрицательных, которые снизу сходятся к f от x. То есть хотя бы одна последовательность, о которой швая речь в предыдущей теореме существует. Что сейчас это? Ну, здесь все понятно. Существует последовательность f от x такая, что они отрицательные, они простые и монотонно не убывают к f от x. f от x неотрицательные. Нет, сейчас мы все делаем для неотрицательных, потому что у нас в истории мы как бы снизу заходим. Снизу сходить мы можем только для неотрицательных. Хорошо. Доказательство будет из серии смотри. Я, честно говоря, вот... То есть просто честно выпишем вот эту fn-t-x. Проблема первая, с которой мы сталкиваемся, проблема в том, что у простой функции носитель конечный, а у нас сигма конечное пространство, то есть мера всего икса может быть бесконечностью. Поэтому что мы делаем? Во-первых, мы понимаем, что x у нас представим в виде дизиентного объединения каких-то екатах, е. Мы же на е все делаем. Такие, что меры икатах конечны. Такие, что меры икатах конечны. Поэтому первое, что мы сделаем, мы на хвосте, то есть если x у вас принадлежит объединению пока от m плюс 1 до бесконечности икатах, мы нашу функцию определим нулем. Понятно, что для любого икса найдется номер, начиная с которого у вас этот x больше не будет попадать в этот хвост при m стремящемся к бесконечности. Это первое, что мы сделали. Следующая мысль. Все, мы сейчас ограничиваемся первыми e-m первыми e-m меры этого набора e-m конечна. Следующая проблема, что если функция очень большая. Ведь на самом деле в этой истории мы допускаем, что значение функции f от x могут быть плюс бесконечности. Но она не отрицательна, поэтому плюс бесконечности. Вот эти вот штуки надо убрать. Поэтому что мы делаем? Мы определяем функцию как 2 в степени m для всех таких иксов, что, во-первых, они принадлежат объединению пока от единички даем екатах и f от x больше либо равен чем 2 в степени m. Ну, то есть как бы срезаем все слишком большие значения. Все. Дальше у нас остаются от 0 до 2 в степени m и тут мы то есть в ситуации, когда у вас f от x попадает в промежуток так, здесь закроем, здесь откроем. k минус 1 на 2 в степени m до k на 2 в степени m то есть если f от x попадает вот в такой промежуток, то тогда мы определяем нашу функцию f mt от x как, соответственно, вот это наименьшее значение из этого промежутка. все. Ну и дальше упражнение о том, что доказать, во-первых, что в каждой точке для каждого x f mt от x будет не убывать это первое и второе то, что при каждом x f mt от x будет сходиться к f от x ну, я надеюсь, это несложное упражнение присутствующих. Я верую в это. То есть там сначала надо рассмотреть ситуацию, когда f от x равно плюс бесконечностью с ними разобраться, а если f от x конечно, все, значит, в какой-то момент f от x этот x попадет вот на эту строчку, ну и там отличаться f от x от f mt от x будет не больше, чем единица разделить на 2 в степени m. k здесь у нас, естественно, бегает от 0 до 2 в степени m минус единичка. Ну все. То есть такая последовательность существует и с редкозубовым вы, скорее всего, ее строили. Ура! Теперь мы готовы к тому, чтобы начать доказывать свойства интеграу-либек. Интеграу-либек. Свойства интеграу-либек. Так, ну пошли. Теорема первая. Если у вас f и g две неотрицательные измеримые функции на e, то для них выполнена следующая вещь. Интеграл по e f плюс g дмю интеграл по e f дмю плюс интеграл по e g дмю. Это первое. И второе, что если у вас функция f неотрицательная на e и ваше e представим в виде дизьютного объединения двух измеримых множеств, то тогда, ну то есть вот это линейность и аддитивность. Интеграл по e f дмю есть интеграл по a f дмю плюс интеграл по b f дмю. Ну то, что и линейность, и аддитивность у нас выполнены. Причем это сейчас мы делаем только лишь для неотрицательных функций, к сожалению. Соответственно, доказательства серии по предыдущей теореме. То есть что мы делаем? Мы строим последовательность f nt неотрицательные и простые, которые монотонно возрастают к f, не убывают к f, g nt устроим, которые монотонно к g. Опять же, неотрицательные и простые. Дальше есть небольшой момент о том, что надо понять, что f nt плюс g nt будет монотонно стремиться к f плюс g. Мы обсуждали, по-моему, сумму простых, что это тоже простая. Ну и все. Тогда давайте для первого, я докажу для первого, тогда у нас получается, что интеграл в пае f плюс g деми. Это что такое? Ну, поскольку вот эта последовательность, которая монотонно не убывает к f плюс g, значит, этот интеграл есть предел при n применяющемся в бесконечности интегралов в пае f nt плюс g nt деми. Дальше. Это интеграл для простой и неотрицательной функции. Он разбивается на два. Это мы доказали, когда занимались простыми. То есть это есть предел при n применяющемся к бесконечности интеграл пае f nt деми плюс предел при n применяющемся к бесконечности интеграл пае g nt деми. Все. А вот эта штука есть по предыдущей теореме интеграл функции f деми, потому что вот это последовательность простых неотрицательных, которые монотонно стремится к f в каждой точке. И здесь то же самое. Все. Пункт второй доказывается точно так же. Потому что для простых функций мы эту штуку доказали. Ура, это есть. Но, что печально, это есть только для неотрицательных пока функций. Так. Теперь теорема вторая. То же свойство интеграла, которыми мы в дальнейшем будем немного пользоваться. Все то же самое у нас с вами есть сигма конечное пространство E элемент нашей M. Первое, что утверждается, что если мера E у нас равна нулю, f от x это измеримая функция на E, поэтому допускаем, что ее значение могут быть плюс-минус бесконечность, то f от x гарантированно интегрируемы на E в том смысле, в котором мы писали, да, то есть f плюс f минус интегравы от них конечны и этот интеграл будет равен чему? Этот интеграл будет равен чему? Нулю. То есть по множеству нулевой меры у вас интегрируем и вообще любая функция. Это приятно. Хорошо. Следующая мысль, что если у вас функция f от x она интегрируема на E. f от x равняется g от x почти всюду. Еще f и g измеримые функции. Я говорил, что других мы не рассматриваем. То, что в этом случае утверждается? Это значит, что g от x тоже будет интегрируем и интегралы у них одинаковые. Кстати, в тервере, когда вы будете заниматься случайными величинами, вы всегда будете говорить, что если у вас две случайные величины равны почти наверное, ну почти наверное, это аналог почти всюду в тервере. Поскольку вероятность, то не всюду, а наверное. Понятно, да? Термин понятно. Ведь почти наверное это математический термин, пожалуйста, запомните. Ну вот. И с чем это связано? С тем, что никакими методами тервера, которые вы будете осваивать, вы не можете различить две случайные величины, которые отличаются на множестве нулевой вероятности. ну то есть как бы у них все характеристики, которыми вы будете оперировать, они совпадают. Вот это как бы первый шаг. То есть если у вас две функции эквивалентны, то есть они равны почти всюду, интегралы от них будут одинаковы. нет, так, все это не надо. Так, ну погнали. Так, и третья вещь, которая будет нужна. Соответственно, если функция f от x у вас интегрируема, то мера тех x-ов из e, что f от x равняется плюс-минус бесконечности, мы допускаем сейчас, что функция может принимать такие значения. Она равна нулю. так, по доказательству. Это будет атеремия, где доказательство будет короче. Так, пункт первый. Очевидно. Очевидно? Напрямую, если так определять интеграл, как мы это делаем, это очевидно. Потому что какую бы простую функцию вы ни взяли, которая будет ограничивать нашу функцию, ну делим ее на f плюс и в минус, ну вот, любая простая функция, которую вы будете рассматривать, у нее носитель будет на множестве меры 0. И поэтому те суммы, которые вы будете составлять, они всегда будут нулями, потому что меры 0. Все. И поэтому вы берете супремум по нулям, значит, это 0. второе действительно очевидно. А третье это было в семинарских листочках. Ну вот, это несложное утверждение, поэтому как бы, ну, подозревается, что на колке вы все это готовили, сдавали, поэтому можно я не буду писать, но это не значит, что на экзамене не спросят. Если что в книжке есть, посмотрите внимательно. Там единственный момент, вы должны понимать, то, что у вас сигма, конечное пространство, то есть мера всего икса у вас бесконечность, поэтому вы не можете просто сказать, предположим, противное, что это мера этого множества больше нуля, и просто возьмем простую функцию, которая является индикатором этого множества до множества на c. Так нельзя делать, потому что может быть, что это не больше нуля, это равно плюс бесконечности. Но из этого легко выйти, вы просто нарезаете свое икс на кусочки и делаете на одном кусочке, на котором мера вот этого множества больше нуля. Она может быть плюс бесконечности. Да. Но просто индикатор тогда не будет простой функции, поскольку носитель простой функции должен быть конечен. Но это легко решается, когда вы нарезаете свой икс на кусочки и берете индикатор вот этого множества на одном кусочке, на котором вот эта мера больше нуля. А такой кусочек точно найдется. все. Второе. По второму. Нет. В листике вы доказывали то, что если у вас есть две эквивалентные функции и мера полна, то вторая обязательно измерима. Если первая измерима, то вторая обязательно измерима. Была такая задачка. В учебнике так и формулируют. Если мера полна, F измерима и интегрируема, тогда G измерима обязательно и вот это. Ну вот. Но полнота нужна только для того, чтобы доказать измеримый G от X. А мы это делали в листочках, поэтому здесь я формулирую, что они обе измеримы сразу. Хорошо? То, что измеримый G, если мера полная, это вы там у себя доказывали. Ну вот. Так. Соответственно, как делать пункт второй? Соответственно, что вы здесь делаете? Вы формулируете множество E1. Это множество, где у вас F от X равняется G от X для X, принадлежащим E большому. То есть E1 это подможение E большого, где они совпадают. Тогда мера E без E1 она 0. Ну, согласно определению эквивалентных функций. Тогда у вас погнали. Что у вас получается? Интеграл по E F от X дмю он равен интегралу по E1 F дмю плюс интеграл по E без E1 F дмю вот это вот 0 потому что у вас вот это вот множество меры 0. Так. А на это множество F совпадает G. И потом делаете обратный ход. Набрал. Извините. Вот так вот. отдельно делаете для F плюса. Отдельно делаете для F плюса и отдельно делаете для F минус. Потому что мы пока вот этот переход аддитивность мы доказали только для неотрясательных функций. Но делаете отдельно для F плюса отдельно для F минус оба интеграла одинаковы. Все. И тогда у вас получается, что ваши интегралы G плюс G минус они оба конечны. Значит, ваша функция интегрируема на всем Е и интегралы даем тому, чему надо. Ну, вот эти утверждения несложны. Так. Пошли дальше. Ух. А теперь, собственно говоря, вот то, чего нам нужно доказать линейность интеграла по функции в общем случае. Делается это очень криво, к сожалению. Технически это криво. то есть вы должны понять, как вот смотрите, очень часто те вещи, которые вам объясняют, ну вот когда вам дают какой-то технически объясняют материал, вам иногда кажется, что боже мой, как они это придумали, да? Ну, какие-то доказательства дурацкие. Зачем это делается? То есть, ведь Лебек, он определял интеграл не так, как мы делаем. он честно брал интегральные суммы, но просто делится не х, а делится у. И он честно вставлял эти интегральные суммы и брал предел при стремлении диаметра разбиения у к нулю. Но он это делал на множество конечные меры для специфических классов функций и так далее. То есть, у него построение было очень логичным, типа, не можем делить это, будем делить это. Все понятно? Гивните. Хорошо. Вот. Но просто потом, когда, как бы, методика преподавания и дисциплины начала развиваться, люди увидели, что вот если мы будем доказывать так, во-первых, мы докажем до большего класса функций, это будет побыстрее. Но при этом теряется естественность построения объекта. Сейчас объясню. Здесь надо просто смириться с этим. То, что, ну вот, там конкретно ваши преподаватели, они выбрали вот такую схему построения, она не очень естественная, но она там, предположим, побыстрее, и она полегче. Наша задача ведь построить. Хорошо? Объяснил? Ладно. Погнали. Протестное утверждение первое. Если у вас функция f от x, она интегрируема на e. Альфа – это чиселка. Тогда альфа f от x, это тоже чиселка. Функция интегрируема на e, и ее интеграл будет равен альфа умножить на интеграл f от x дымя. Так, ну, это несложно. Доказывается будет как? То, что если альфа равно нулю, то очевидно. Если альфа больше нуля, тогда у нас получается, что альфа f – это есть альфа f плюс минус альфа f минус. Ну, альфа положительная, поэтому действительно распадаться она будет так. Дальше. Эта функция будет интегрируема, если интегрируемы вот эти две неотрицательные функции. А почему они интегрируемы? То есть почему интегралы от них обязательно будут конечными? Давайте рассмотрим вот эту вот штуку. Вот этот вот интеграл, он конечен. Он определяется как что? Он определяется как супремум по всем функциям qf интегралов, ну, по h, принадлежащим qf, h от x дымя. Дальше что я делаю? Я умножаю и делю на альфу. То есть я могу вот здесь вот написать альфу, да, а вот здесь написать единицу разделить на альфу. При этом переход будет верным. Ну, это понятно. Теперь здесь, в силу того, что альфа строго положительная чиселка, я могу брать супремум не по всем простым функциям, которые ограничивают нашу функцию f снизу, а по всем вот таким вот альфа h, которые будут ограничивать альфа f сверху. Это одно и то же. f+, да, спасибо. А теперь давайте посмотрим вот на этот объект. Тут что такое? То есть мы берем все простые функции, которые ограничивают альфа f плюс сверху и берем супремум их интегралов. Это и есть в точности определение интегралов по е альфа f плюс дымю. Ура, хорошо. Это значит, что вот эта вот штука, она конечна. Вот эта штука, она конечна. Для f минуса делается то же самое. А значит, наша функция, вот эта вот функция альфа f, она интегрируема на е. Ну, а то, что ее интеграл равен тому, это следует, надо просто вот это равенство на альфа домножить и второе, и сложить. Это понятно? Хорошо. Хорошо. Следующий шаг, который мы делаем, теоремка. Если у вас есть две функции, которые интегрируемы на е, то, что утверждается, что сумма этих функций тоже будет интегрируема на е, и интеграл по е f от x плюс g от x дымю неожиданно равен сумме интегралов. Так, как будем доказывать? К сожалению, вот это вот приближение неотрицательных измеримых функций простыми снизу и предельным переходом, они, к сожалению, все здесь не помогают именно из-за того, что я говорил, что вот этот вот интеграл, он же определяется через вот этот плюс и вот этот минус. Понятно сейчас, да? Ну вот. И поэтому сейчас вот будет... Пусть у нас функция f больше либо равна нуля, а функция g меньше либо равна нуля на е. Но пока докажем эту вот штуку для вот таких вот двух функций. Потом мы рассматриваем два множства. Е1, на котором у вас f плюс g больше либо равно нуля, и е2, на котором f плюс g меньше нуля. То есть мало того, что мы зафиксировали знаки f и g, мы еще и добавили вот эти е1, е2. Ну понятно, что их дизинферное объединение, оно даст нашу ешечку. Хорошо. Ну тогда погнали. Что я утверждаю? Я утверждаю, что интеграл по е функция f демю, он будет равен интегралу по е1 f плюс g демю плюс интеграл по е1 тут я один, извините. Ну вот. Минус g демю. Почему я могу это утверждать? Почему я могу вот эту штуку утверждать точно? По множеству тут множество одно и то же. Я интегрирую только на е1, это под множество. Е1 измеримое множество, ну е1, е2 мы с вами доказывали, что вот такие штуки, они измеримые, то есть из m обязательно. Потому что у нас неотрицательность. У нас вот эта функция сейчас неотрицательная, вот эта штука неотрицательная. Эта неотрицательная, потому что такая g на всем е, а эта функция неотрицательная, потому что мы ограничивались е1. Есть? Ну интеллектуально, да. Дальше, соответственно, минус 1 это альфа. А альфа можно... Да, кстати, вот здесь альфа меньше нуля, аналогично. Извините. При отрицательном альфе, в общем, все доказательства аналогичны, просто у вас вот эти две штуки поменяются вместо минус. Ну вот. Все, значит, тут минус можно выносить. Это у нас получается интеграл по е1 f плюс g демю минус интеграл по е1 g демю. Пошли дальше. Тут пока точка. Что дальше утверждается? Утверждается, что минус интеграл по е2 g демю. Он будет равен. Интеграл по е2 минус f минус g демю плюс интеграл по е2 f демю. Ну смотрим. На е2 f плюс g меньше нуля, значит, вот эта штука больше нуля. А f, она у нас везде вообще больше нуля, поэтому вот эта больше либо равна нуля. Все нормально. Этот минус сюда заносится. Функция минус g становится больше либо равна нуля. Занести минус можно, мы это доказали. И получается, что все функции, которые тут участвуют, они не отрицательны. А если функции не отрицательны, линейность работает, мы это доказали. Ура, хорошо? А теперь смотрим, что здесь получается. Вот тут еще минус надо вынести сейчас за скобку будет. Это мы имеем право делать, мы доказали вот ту вещь. И тогда что у нас получается? У нас получается, что интеграл… Сейчас, момент. Теперь смотрите. Мы берем интеграл по e f плюс g д мю. Так? Как определяется вот этот интеграл? Он определяется как разность соответствующих интегралов. То есть это есть интеграл по e f плюс g плюс д мю минус интеграл по e f плюс g минус д мю. Так? Что я дальше утверждаю? Я утверждаю, что f плюс g больше либо равна нуля на e1. Это значит, что я вот здесь могу написать e1. Это не отрицательная функция. f плюс g с плюсиком. Поэтому там можно было разбить на e1 и дополнение к e1, а за рамками e1 это функция тождественной 0. Значит, ее интеграл 0. Ну вот, аналогично здесь я могу написать e2. Есть? Теперь смотрим, что такое интеграл f плюс g плюсик на e1. А вот мы его нашли. Это и есть сумма вот этих двух интегралов. Вот, да? Вот эта штука, ну вот эта чиселка, да? Ее можно перенести влево. И тогда вот этот интеграл у нас будет равен интеграл по e1 f д мю плюс интеграл по e1 g д мю. Есть. Дальше смотрим вот здесь вот. f плюс g с минусом на e2 это в точности вот эта штука. Так? А эта штука у нас равна чему? Соответственно, минус этот интеграл и минус вот этот интеграл. То есть интеграл на e2 f д мю минус интеграл по e2 g д мю. А дальше мы можем собрать эти интегралы, как мы их собираем. Мы их собираем, у нас же было, что аддитивность выполнена, если под интегральные функции положительны. Есть. У нас сейчас f, она вообще на все e положительна. Поэтому вот эти два интеграла можно собрать вместе. Есть. И g. Я вообще правду говорю, нет? Нет, нет, нет. Ну как, ты же... Так. Как эти интегралы потом... Нет, я сейчас не то сказал. Нам нужно идти в интегралы, собрать вместе по e. То есть теперь вопрос, почему вот эти вот два интеграла они вместе дадут то, что нам нужно? А там минусы вообще сейчас в момент? Смотрите, у нас же здесь была вот эта вот функция отрицательная, она же с плюсом, да? Вот здесь плюс и здесь плюс у нас. Да, что-то я заговорился. Потому что смотрите, у вас вот эта вот функция, она положительная, да? На e2. Вот. И вот этот интеграл вот у нас тоже положительный. Все, значит, вот этот вот интеграл, он равен двум интегралам с минусами, минус на минус, он даст плюс. У нас получится вот так. Хорошо. Все. Теперь, можем ли мы собрать эти интегралы вместе? Кого мы можем собрать точно? Какие интегралы? f. f мы можем собрать, потому что f больше либо равен нуля, у нас случай такой, да? А если под интегральные функции больше либо равна нуля, то аддитивность по множеству работает. То есть вот эти вот два, это есть интеграл по e f dμ. Есть? Все. А с этими двумя что делать? Там же g, она меньше либо равна нуля. Минусы можем сделать. То есть мы с вами можем сделать вот так и вот так. Это вот по той теореме альфа можно заносить. И здесь мы можем сделать вот так и вот так. Тогда под интегральные функции у вас больше либо равна нуля. Работает та теорема, что аддитивность по множеству верна. Вот эти вот два интеграла вы собираете, вы получаете, что это у вас получается вот так. Ура. И дальше мы выносим минус, его можно выносить всегда. И получаем результат вот так. Так, ну что, победа? Так, вы пока осознаваете, что победа. Да, ну, к сожалению, вот печалька, да, в том плане, что надо было как-то выкрутиться. То есть действительно при таком определении интеграла Лебега доказательство линейности превращается в ахинею. К сожалению. Ну, когда вы определяете интеграл как супремум отдельно для f плюса и f минуса, ну, это не значит, что нельзя доказывать. Это значит, что криво доказывается. Ну, вот оно криво, вы с этим... Ну, надо признать, что это единственное свойство, которое такое, совсем кривое. Ну, вот. Что? Так, что мы делаем потом? Что мы делаем с вами в общем случае? Рассматриваем функцию f плюс g. Соответственно, это и есть f плюс от x плюс g плюс от x минус f минус от x плюс g минус от x. Да, потому что f всегда равна тождественно. У тебя по определению f тождественно равна f плюс минус f минус. Да? g то же самое. Поэтому вот эта вот вещь, она точно равна вот такому. А что было проблемно на этот состав там? Там где? Выбираем вывод, где есть интегралы, и на все слагаем, строя, залпы, 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 залпы. Вот так ты же вычитаешь потом. То есть, что мы сейчас с вами получили? Мы представили сейчас нашу функцию как сумму функций, одна из которых больше либо равна нуля, а другая меньше либо равна нуля. И они обе интегрируемы. Почему они интегрируемы? Вам сказано, что f и g функции интегрируемы. Что значит, что они интегрируемы? Интегрируем f плюс и f минус. Ну и даже то же самое. Если каждая из них интегрируема, то вот эта сумма тоже интегрируема. Ну и так же, как и здесь. Это же неверно. Ну и так же, как и здесь. Так в чем замечание тогда? То есть тогда замечание в чем? Почему не ядно, что это уже отблется, то я отблется. Это ядно, что это не так. Ну мы сейчас разбили... Нет, ну подожди. Нет, ну подождите. Ведь мы единственным образом можем представить числа в виде суммы разности двух положительных. Это же неверно. То есть из этой записи не следует то, что вот это и есть положительная составляющая, а вот эта штука и есть отрицательная составляющая. Так, понятно, что ЧТД. Пока вы еще думаете. Ну понятно ЧТД, потому что я добился того, что моя функция представима в виде суммы двух функций, одна из которых положительная, другая отрицательная. Так, что я стою? Мне мыть надо. Так, из свойств интеграма что осталось? Так, вот это я тоже стираю, я стираю и жду, ладно. Однако, смотрите, вот вас вот это вот расстраивает, но вас нисколько не расстраивает то, что мы доказываем сходимость произведений. Ну вот вообще, все теоремы о произведениях вы как доказываете? Вы через квадраты и линейные комбинации квадратов. Ну то, что ведь на самом деле можно доказать, например, какие-то сходимости, просто тупо по определению взять разность. Вы помните прием там плюс-минус там FNT домножить на G, да, разбить и пойти по этому. Вас тоже должно сказать, а что это мы не доказываем по-человечески по определению, а придумываем какие-то вот такие маневры. Что? В общем, мысль в чем? Ну больно это и зачем? Для суммы доказали, увидели, как работает техника. Зачем делать это тоже самое в еще более тяжелой ситуации, если есть элегантное доказательство? Тут похожие вещи. Так. Все. И у меня есть набор небольших утверждений, которые нам с вами будут нужны, когда мы будем там доказывать предельные переходы. А сколько у нас времени осталось до конца этой пары? Сколько? 18 минут. Замечательно. Мы сегодня все успеем, в смысле успеем с учетом лекции. Так. Соответственно, f от x у вас интегрируемо тогда и только тогда, когда модуль f от x интегрируем. Это очевидно присутствующим, я надеюсь, просто напрямую исходя из определения интегрируемости в общем случае. То есть функция интегрируема и только тогда, когда f плюс и f минус интегрируемы, то есть интегралы их конечны. Ну вот. Хорошо. Это первая вещь, которая нужна. Вторая вещь, которая нужна, что модуль интеграла f от x д мю, он меньше либо равен, интеграл по e модуль f от x д мю. Это тоже следует напрямую из построения интеграла. Потому что вот эта интеграла определяется как разность двух чисел, а вот эта штука есть сумма тех же самых чисел. Поэтому вот это неравенство очевидно. Хорошо? Есть? Ну то есть приятно то, что эти вещи у нас сохраняются, можем ими пользоваться. Хорошо. Дальше следующая теоремка, что если у вас есть функции f и g, они измеримы на e. Здесь у вас есть функции, две измеримы на e. Функция f интегрируема. При этом выполнено такое неравенство. Ну сейчас, грубо говоря, такая аналог милиционеров, которые идет. То отсюда следует что? Что функция jtx тоже интегрируема на e. И, ну, соответственно, интегралы мы через модуль будем писать. Он будет меньше либо равен вот такого интеграла. Вот. Эти штуки доказываются по определению тоже. Эта штука тоже доказывается напрямую по определению. Можно я не буду это доказывать? Ну, типа, посмотрите на определение вот этой вот вещи, вот этих вещей и, типа, чтд. Еще будет два следствия вот из этой теоремки. Я их формулирую, поскольку я буду ими пользоваться. Ну, доказательства. Если множество вашей конечной меры, на которую мы интегрируем, и на ней у вас функция f от x меньше c, то тогда у вас ваша функция точно интегрируема в нашем множестве e и интеграл модуль интеграла будет не больше, чем c на меру e. Ну, это действительно следствие, поскольку надо просто в качестве функции ну, там f и g надо поменять местами и в качестве функции, которая мажорирует сверху, взять константу c и все. Так что это действительно только следствие. И второе следствие, которое нам нужно, что если у вас есть две функции, они интегрируемы на e, и на e выполнено вот такое ненавенство, на e выполнено такое ненавенство, то будет выполнено вот так. Это как делать? Посмотреть на разность. Разность не отрицательна, да? И вот, соответственно, ну вот поэтому, да? Если у вас, соответственно, что вы видите здесь, что если у вас функция была не отрицательна, то ну, вот здесь вот без модуна, то есть если в качестве g от x взять тождественный нолик, то вот будет вот такое вот ненавенство. Ну, тут нолик, тут, соответственно, интеграл. Потом эта интеграла забивается на 2, вы получаете вот это ненавенство. Ура, все хорошо. То есть большая часть свойств за исключением линейности, оно следует просто сразу из-за определения интеграла в том виде, в котором вам дали. Проблема только с линейностью, но там надо немножечко попотеть. Хорошо. Все, ура, со свойствами все, остался предельный переход. Там все, 3 теорема, с чем я вас поздравляю. Пошли, предельный переход под знаком интеграла Лебега. А сколько я пропустил лекций? Две же, да? Одну восполнил. Ну, а что, не знаю. Ну, провели тоже. Это вывод, что все тщетно, что ли? Так, теорема 1, Б по леве. Теорема Б по леве. Что у вас есть? У вас есть последовательность Fn, измеримых и неотрицательных функций, которые монотонного не убывают. Они измеримы. Они измеримы. Функция F от x есть предел. Fn, при n, стремящемся к бесконечности. Но он точно существует, поскольку при каждом x последовательности не убывающие пределы точно есть. Мы с вами доказываем, что эта функция точно измерима. Поэтому об ее измеримости, я не говорю, утверждается, что тогда интеграл по e F от x д мю будет равен пределу этих интегралов. При n, стремящемся к бесконечности. Доказательство такое, достаточно болезненное. Но я в вас верю. Соответственно, что мы делаем? Сначала мы ставим последовательность g от x функции, которая строится как разность двух соседних. Ну, так мы не можем определить только g первую. g первую от x берется просто совпадающий с f от x. Соответственно, чем прекрасна последовательность g от x? В частности, она тоже неотрицательна. Больше либрана нуля. Хорошо. И они измеримы. Раз они измеримы и неотрицательны. Можно для них подобрать последовательность простых, которые монотонно сходятся снизу к ним. Подберем. То есть мы сейчас подберем последовательность psi m nt от x, которая монотонно возрастает к g nt от x при m, стремящемся к бесконечности. и по ним построим функцию f большое, которая есть сумма по n от единички до m psi m nt от x. Ну, то есть у нас у психики два индекса m, вот этот m мы фиксируем, а по n складываем. Вот, да, хорошо. Есть? Соответственно, совсем непонятно, что это за функция f большое. Сейчас попытаемся понять. Вот это f большое от m. во-первых, эта функция точно какая? А поточнее, ой, я же не написал здесь. Вот это простые. То есть мы строим последовательность простых функций, которые монотонно не убывают в каждой точке к g nt. Чего же? g это что? Это расстояние. Да? Поэтому нет. Но эта функция неотрицательна. Соответственно, что мы сейчас с вами сделаем? Посмотрим, как себя ведет f с точки зрения монотонности. Для того, чтобы посмотреть на монотонность, надо посмотреть на разность соседних. Берем соседние. Соответственно, на разность соседних это будет сумма по n от единички до m. То есть там, где у вас m плюс 1 на единичку больше слагаемых, да? И плюс m плюс 1. Да? Да. Это что мы видим? Что можно сказать про эти разности? Чего? Ну, как бы вот знак, знак этих слагаемых какой? Больше бы равен нуля. Ну вот, написано. Она не убывает к жеентому. То есть при фиксированном n она у вас не убывает к жеентому. Ну вот. А эта штука больше бы равна нуля. Даже неотрицательные простые функции, которые моностонного расставят все. То есть получается, что действительно у вас f, m, t, по m функции монотонные. монотонные. Это хорошо. Дальше что я утверждаю? Я утверждаю, что f, m, t от x f, m, t от x она будет меньше либо равна, чем сумма по n от единички до m g, n, t от x. Ну потому что каждая псишечка, она же монотонно возрастает к жеентому, значит, f, m, t она меньше либо равна, чем соответствует через сумму жеенту. Это видно, да? Вода хорошо. Это что такое? Сумма жешечек, сумма жешечек, это что? Посмотрите, как жешки были определены. Сумма жешечек это будет f маленькая mt от x. Ну потому что это были разности. Мы складываем разности, но мы получаем последнюю. Хорошо. А вот эта штука у нас точно меньше либо равна f от x, которая ну итоговая наша. У нас ведь f, m, t это последовательность измеримых функций, которые монотонно возрастает к f. Ну значит, вот так. Все, больше никаких функций вводиться не будет. Все, тут надо разобраться вот в этом наборе. Хорошо. Соответственно, что утверждается дальше? Что? Предел. При m стремящемся к бесконечности f, m, t от x. С f, m, t от x какая проблема, когда мы m устремляем к бесконечности? У нас и индекс вот этот стремится к бесконечности, и количество слагаемых стремится к бесконечности. Поэтому что мы делаем? Слагаемые же не отрицательные, правильно? Поэтому что я утверждаю? Я утверждаю, что вот такой предел точно будет больше либо равен конечной сумме. Я просто сумму ограничиваю каким-то n большим. Не могу я перейти к пределу сразу и по количеству слагаемых, и по индексу, от которого зависит слагаемый. А вот так могу, но в этом случае будет неравенство. Теперь смотрим, предел псишечек это жшечки, то есть это у нас получается сумма по n от единички до n большого это g nt от x. А это что такое? f nt от x. Вот и что у нас получается? Что предел при m стремящемся к бесконечности вот этих f он точно существует, потому что мы с вами что выяснили? Мы выяснили, что f монотонно себя ведет, поэтому предел этот точно есть при каждом x. И этот предел точно должен быть больше либо равен чем fn t от x, к тому же для любого n большого. А эти штуки сами по себе еще сходятся к f маленькому. Отсюда следует, что предел f mt от x при m стремящемся к бесконечности точно будет больше либо равен чем f маленький от x любого икса принадлежащего e поточечной. Есть? А еще есть вот это. Отсюда следует равенство. Все, доказали. Нет, что мы доказали? Мы доказали, что предел fm равен f маленькому. Да, то есть мы сейчас доказали, что предел f mt от x при m стремящемся к бесконечности равен f маленько от x. Что такое fmt? возрастая функция? раз. Дальше. Монотонная функция два. Еще она неотрицательная, ну как сумма неотрицательных слагаемых. И она в каждом иксе, при каждом иксе она сходится к f от x. А это значит, что будет сходимость интегралов. Мы с вами доказывали, что если мы берем последовательность неотрицательных функций, которые монотонно возрастают к нашей функции, то предел интегралов будет равен интегралу предела. Есть? То есть интеграл сейчас подожди интеграл по e у нас получается f от x дмю он будет равен пределу при m стремящемся к бесконечности интегралов при m стремящемся к бесконечности fmt от x дмю по e так сейчас давай мы дойдем до конца хорошо я еще не не нашел я может еще не дойду с меня останется так что мы знаем про нам сейчас надо доказать что интеграл по e f от x это равен пределу тех интегралов нам сейчас нужно уйти от этих самых нам нужно уйти от простых функций к тем fn маленько а fn маленько это не простые это произвольные функции которые у нас есть как мы сейчас будем уходить от этого вот это вот это теорема еще раз это последовательность простых неотрицательных монотонно возрастающих функций к нашей f от x значит верно вот эта штука хорошо что еще мы с вами знаем еще мы знаем что интеграл по e еще мы с вами знаем что интеграл по e fm t от x точно у нас будет меньше либо равен чем интеграл по e fm t от x который тут демю демю меньше бы равен интеграл по e f от x ну как у нас же с вами есть вот эта последовательность неравенства вот так вот так вот так да а мы с вами доказали что вот у нас это какое вот это вот последнее следствие что если у нас выполнено неравенство на e то неравенство для интегралов будет таким же единственное там было требование что единственное там было требование что у нас функции должны быть интегрируемы простые функции у нас интегрируемы вопрос про вот мы это все нет мы выписали вот это куда так хорошо ну и все теперь смотрите это верно для любого м вот это вот неравенство верно любого м эта мысль есть 1 зафиксировали теперь а вот эта штука сходится к вот это мы выяснили сейчас что предел вот этой последовательности он сходится к интегралу f от x по е мы зажали да то есть мы зажали fmt от x между простыми и наши f от x и доказали что этот сходится интеграл от этих штук сходится куда надо то есть к чему нам нужно нам нужно было fmt как все хорошо но нам нужны были простые функции и мы вот вот таким мега специфичным манерам их строили есть хорошо теперь собственно говоря следствие теоремы бп леви которые обычно все и воспринимают как теоремы бп леви потому что если вы ну какие-то оригинальные книжки по функциональному анализу откроете то там нету требований неотрицательности функции все а фату или бега они подошли когда чем эти поэтому так следствие так следствие у нас будет каким соответственно если у вас f это это интегрируемый поле бегу функции дальше f это у вас раз интегрируем значит точно монотонный f и ты у вас монотонно возрастающий и существует цешечка такая что супремум интегралов по е фанты диме уменьшит верно чем c ну супремум по всем м берется то есть множество интегралов f н ты они ограничены сверху в той истории интегралы могли принимать значение плюс бесконечности за неотрицательности монотонности противоречий не возникал тогда утверждается тогда функция f от x который определяется как предел f н ты от x принц имеющийся в бесконечности он точно существует в силу монотонности поточечную и предел будет измеримая функция по свойству измеримого фонга и утверждается что вот эта штука будет тоже интегрируема то есть интеграл от нее будет конечен и интеграл по еф от x диме будет равен пределу принц имеющимся к бесконечности до гналов по ефент от x диме то есть тут появляется вот вот этот вопрос интегрируемость то есть конечности тех пределов с которыми у тех интегралов с которыми мы работаем там это было ненужным они могли быть и угодно так то есть надо свести туда для того чтобы свести туда надо сделать наши функции не 30 делаем просто то есть определяем последовательность пси от x как f nt от x минус f 1 от x понятно тогда и последовательность этих функций она будет не отрицательна ну да чё там интеграл по е тогда у нас получается ну по нашей по нашей теореме вот этот вот интеграл будет равен пределу при н стремящимся к бесконечности интеграл по ефент от x диме минус интеграл по еф 1 диме ну и все потом этот интеграл перекидывается влево все сокращает хорошо так чтобы конечные чтобы но мы могли оперировать с равенствами чтобы они конечными так соответственно вторая теорема и терем фату а редко зубов даже в прошлом году все эти три доказал у себя там на н.н. да но на миссу а тут не сложно то есть на что у вас есть у вас есть последовательность f nt не отрицательных функций у нас есть последовательность не отрицательных функций которые сходятся как почти всюду это особенно f nt и f измеримо книжки там еще они пишут то что там меры должна быть полна но там полнота меры требуется для того чтобы f поскольку тут почти всюду да то предел не обязательно измерим то есть для измеримости функции f нужно еще полнота меры хорошо я просто здесь вот в условии зашил то что они все измеримы тогда утверждается что утверждается что интеграл по еф дымю то есть наш интеграл который мы считаем он будет меньше либерален нижнего предела вот такой последовательность то есть ценность понятно меньше либералена нижнего предела в общем случае ну правда нам там не отрицательность нужно то есть на что мы сделаем доказательство какое мы строим последовательность фи нт от x которые есть инфинум fk т от x по к больше либо равно n как себя ведут фи нт тогда при таком определении а не убывая для любого икса у нас все происходит на каком-то множестве и это просто всего определения но это во первых во вторых у нас получается что предел фи нт от x при иксе стремящемся к бесконечности на е1 что такое е1 это те иксы из е что f нт от x сходится к f от x предел фи нт вы это будет что будет равен f от x еще раз нам сказано то что f нт от x у вас сходятся у нас сейчас просто нету у нас раньше было удобно всегда f нт было не убывающей последовательности поэтому у нее предел был хоть плюс бесконечности он точно был сейчас это какая-то последовательность существование предел вроде как автоматически не позвивайте но это в условии зашито но правда не везде да поэтому мы немножечко себя ограничиваем то есть то есть предел нижней грани равен обычному пределу в тех . где это обычный предел существует обычный предел существует на точках множество е1 это есть дура все и дальше мы хотим воспользоваться ну вот 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 этим фактом то есть у нас сейчас есть последовательность не убывающие функции тогда у нас интеграл по е f от x дымю ну во первых мы говорим что за интеграл по е1 f от x дымю ну потому что е без е1 нулевой мера интеграл по нулевой мере он обязательно ноль это равно пределу прием стремящемся к бесконечности интеграл по е1 фи нт от x дымю ну а это в точности равно нижнему пределу раз предел существует да он будет равен нижнего предела по е1 фи нт от x дымю это все отлично это не то что нам нужно да время фату здесь у нас не фи нт а фнт а как фи нт и фнт связаны между собой фи нт и меньше это же инфинум том числе и фенту поэтому у вас фи нт от x меньше либо равно чем и фнт от x но это вообще на всем е выполнено в а я хочу нижний это верно что-то докопался а дальше мысли в чем что поскольку фи нт у нас меньше равно чем и фнт нижний предел будет меньше либо равен другого нижнего предела интегралов по е фнт от x дымю вот просто нижний предел вот этой последовательности не факт что существует извините обычный предел этой последовательности не факт что существует а нижний всегда существует у нас все и в силу того то что у нас вот такое неравиство все будет выполнен так вопрос сомнений есть ура вы доказали все осталось терем или бега и расходимся подустал а перед экзаменом перед экзаменом я там буду отдохнув повеселее я бы на консультации хотел скорее знаете дать чтобы мы записали и она есть мы запишем чтобы мы записали я именно как бы вот граф это можно назвать да но именно чего мы доказываем и зачем мы доказываем то есть я не буду доказать рассказывать их все равно вы будете учить там по книжке по лекциям а именно показать связь между собой чтобы вы понимали в каждый момент чего учите для чего выучить по моему это будет интереснее так ну и теоремы ли бега основной результат который есть каком случае мы можем переходить по знакам интеграл или бега к пределу что в общем случае мы этого делать не можем и вы это доказывали приводили контрпример пример последовательности функций которые в каждой точке стремится к нулю но при этом интеграл или бега к нулю не сходится ну точка интеграл от нуля не сходится там простейшие примеры вы его строили хотелось бы узнать когда мы все-таки можем переходить к пределу потому что в тервере это предельно важно то есть если у вас есть последовательность случайных величин то что мы можем сказать про последовательность математических ожиданий от ожидания не обязательно сходится так соответственно что у вас есть у вас есть фнт сходится к почти всюду фнт и f измеримые функции и вот то требование которое нам нужно фнт должно быть ограничено фнт и должно быть ограничено какой-то функции f от x для любого икса принадлежащего е и эта функция должна быть интегрируема на е ну то есть интеграл от нее конечно но она тут не отрицательная да поэтому и тогда отсюда будет следовать что у вас функция f от x интегрируема на е и интеграл по е f от x дмю будет равен пределу при н стремящемся к бесконечности вот эту то есть переходить имеем право в том случае когда все вот эти вот функции ограничены интегрируем какой-то так ну пошли доказывать так мысль первая все фнт у нас интегрируем на е у нас какое-то следствие там было да что если одна функция по модулю ограничена сверху какой-то другой интегрируемой функции по модулю то вот это вот первое интегрирование у нас они все ограничены интегрируемы значит они все интегрируемы это и есть что мы после этого сделаем мы составим такие функции и nt от x которые есть f от x плюс f это не отрицательные функции в силу нашего ограничения и они интегрируемы ну просто как сумма интегрируемых функций и мы возьмем функцию psi nt плюс а что тебя смущает ну вот f от x ну f от x же она же положительная ну не отрицательная пожалуйста все для тебя и эта функция тоже не отрицательная и она тоже интегрируема как сумма интегрируемых функций понятно к чему все идет сейчас да вот здесь у нас будет минус у нас будет инфинум от минуса он станет минус супремум понятно а поскольку знак неравенства не в логичную сторону потому что видите вы получили что интеграл меньше либо равен нижней грани у нас сейчас будет зажата между нижней и верхней и мы отсюда все получим так мне я думаю даже доски хватит вот это так соответственно погнали интеграл по е f от x дмю минус интеграл по е f от x дмю так соответственно они обе интегрируемы поэтому мы можем заносить их под общий интеграл так соответственно что сейчас утверждается утверждается что вот эта вещь будет меньше либо равна нижнего предела интеграл по е f от x минус f от x дмю это вообще правда, да? там по лиме фату у нас что? у нас есть сходимость почти всюду, но она есть и f от x у нас не отрицательная да? да? значит вот этот интеграл будет меньше вот этого нижнего интеграла хорошо так теперь вот этот интеграл я могу разбить на 2 тут все хорошо и этот интеграл у нас ведь нижний предел при n стремящемся к бесконечности этот интеграл от n зависеть не будет то есть получается что эта штука в точности будет равна чему что-то по-моему сейчас я вас обманываю нет? не, не, нормально все она будет равна интегралу по е f от x дмю минус какой предел? нет, верхний простой простой я не знаю почему но просто у меня сейчас получается нижний предел минусов да? нижний предел минусов это минус верхний предел интегралов по е f от x дмю хорошо? это есть? точно так же мы с вами получим что интеграл по е f от x дмю плюс интеграл по е f от x дмю ну то есть если мы возьмем суммой мы здесь возьмем сумму так это будет тоже меньше либо равно нижнему пределу но единственное то что вот здесь вот у нас в результате получится интеграл по е f большой от x дмю плюс нижний предел интеграл по е f от x дмю есть? ура, хорошо а отсюда вывод что я теперь знаю про интеграл f от x дмю вот про этот интеграл давайте посмотрим на него вот он у нас оказывается меньше либо равен нижнего предела интегралов по е f от x дмю а согласно вот этой штуке тут же минус то есть надо будет на минус единичку домножать вот этот интеграл будет больше либо равен верхнего предела ну все чтд ну то есть у вас оказалось что верхний предел меньше либо равен нижнего предела все значит существует обычный предел такой последовательности и он равен тому который вот посередине если честно я не знаю другого способа доказательства теории молебега ну вот с помощью вот этих двух такие достаточно тяжеловесных вспомогательных утверждений ну то есть даю перевод вы как бы внутри доказали и ну и все и последнее следствие основная проблема основная проблема теоремы теоремы молебега заключается ну это вот в этой формулировке вот в этом я говорю что исходимость почти всюду это наследие мотана и она не естественно для этой науки которую мы строим да у вас очень часто и в те двери будут сходимости почти всюду почти наверное извините почти наверное типа ну класс если если это исходимость есть на самом деле нас интересует прежде всего исходимость по мере и следствие оно простейшее доказывается следствие оно простейшее доказывается то что теоремы молебега верна на исходимости по вероятности именно вот во всех этих вот тех да вот в тех условиях она будет верна теорема молебега верна для сходимости по мере для сходимости по мере доказательство там простейшее у нас есть прекрасные теоремы риса кто из присутствующих понимает какое утверждение кроется за этим словосочетанием да то что если у нас есть сходимость по мере то найдется подпоследовательность который бы сходится почти всюду это верно всегда даже для сигма конечных пространств то есть когда у нас меры бесконечности то есть если у вас f n сходится к f по мере мю отсюда следует что существует подпоследовательность подпоследовательность н-катре такая что f от н-катре будет сходиться к f почти всюду так а теперь предположим что утверждение теоремы или бега неверно то есть что значит что утверждение теоремы или бега неверно это значит что предел последовательности интегралов не равен интегралу то есть прости господи существует эпс он больше нуля что для любого номера найдется номер большего найдется номер после него такой что интеграл по е f от x дмю будет отличаться от интеграл по е f н-катре от x дмю больше чем на эпсу нулевое то есть это вообще чиселка какая-то ну бога ради хорошо потом мы берем вот эту подпоследовательность извините f н-катре сходится к f все еще по мере мю да но если мы возьмем подпоследовательность она будет сходиться по мере мю следовательно у нее существует подпоследовательность n-к-м-т которая будет при m стремящемся к бесконечности сходиться к f почти всюду а отсюда следует что интеграл предел интегралов по е при m стремящемся к бесконечности f n-к-м-т от x дмю будет равен интегралу по f от f дмю а вот эти две штуки друг с другом конфликтуют потому что вот это является подпоследовательностью вот этой штуки все противоречие ну то есть легко вот отсюда вылете время или бега что почти всюду что по мере на сигму конечном пространстве бога ради работает вот вас поздравляю мы закончим все так консультация будет если в конце я невнятно что-то произнес потому что я не проговаривал то что мы каждый раз те функции ну что выполнены условия то есть я говорю а сейчас мы пользуемся тем утверждением да а у того утверждения была куча требований я не проговаривал то что давайте проверим что это его не выполн то есть если вопросы останутся когда будете готовить мы это сделаем но что приятно от интеграуле бега вы никогда не уйдете вы будете еще и еще его повторять и на тервере и на мостатах это наше все хорошо все спасибо что пришли